здравствуйте с вами николай пивненко это проект дата сегодня на календаре 2 января день научной фантастики все фантасты мира и любители и профессионалы до сих пор окончательно не приняли это судьбоносное решение чтобы у них появился свой собственный день пока они выбрали в качестве даты именно 2 января почему спросите вы то просто потому что это день рождения одного из выдающихся писателей фантастов двадцатого века азика азимова впрочем де юре праздник по-прежнему остается неофициальным и вот что странно он почему-то выпал именно на 2 января ну может быть потому что 2 января как и первый день фантастический для кого-то о народных праздниках сегодня так называемый игнатьев день почитание памяти игнатия антиохийского народе его прозвали просто богоносец что касается народных предметов и традиции то в этот день на руси было принято сбивать с яблонь и не считалось что такой обряд помогал вырастить богатый урожай яблок и не на деревнях выгнать и в день это однозначно к ясной погоде если ночью на небе много звезд и если мы их с вами увидим в наших тяжелых городских условиях год будет урожайным синицы начинали громко щебетать в этот день значит ближайшие ночи будут холодными опять же если мы услышим щебетание этих синиц если солнце ярко светит и стоит мороз то и в августе она будет людей баловать жаром если же слякоть или другой ненасти наступила август будет пасмурным и дождливым ну а теперь о родившихся 2 января в 1880 году в этот мир приходит русский советский конструктор стрелкового оружия герой соцтруда лауреат четырех сталинских премий василий алексеевич диктиров одним из крупнейших достижений конструктора стало создание в 1927 году ручного пулемета он стал основным скорострельным оружием красной армии до 1945 также потом он смог создать еще и пистолет пулемет птд пистолет пулемет дегтярева в годы великой отечественной василий алексеевич сумел в кратчайшие сроки спроектировать противотанковое ружье и наладить его массовое производство для нужд действующей армии параллельно занимался разработкой нового пулемета под промежуточный протрон что в 1944 году привело к созданию модели рпд ручной пулемет дегтярева ну а в 1927 году приходит в этот мир совсем другой человек из мира творчества из мира красоты юрий григорович артист балета балетмейстер хореограф педагог народный артист ссср герой социалистического труда который вырастил огромное количество учеников а сколько было постановок с его участием настоящая балетная легенда в 1947 году появляется на свет 2 января хоккейный гений страны александр якушев советский хоккеист двукратный олимпийский чемпион семикратный чемпион мира и который даже успел побывать в роли главного тренера хоккейной сборной уже россии мы поздравляем его с днем рождения и желаем счастья и здоровья ну и конечно же по-прежнему спортивных успехов ну а теперь давайте посмотрим какие события происходили 2 января в 1813 году приказ кутузова по войскам он поздравил войска с изгнанием неприятеля за пределы россии а в 1959 году советском союзе запущена первая автоматическая межпланетная станция луна-1 это было что-то невероятное луна стала гораздо ближе ну и наконец 1992 год незабываемый но с грустинкой день либо реализация цен даже не выговоришь слово то это в россии та самая либерализация знаменитая шоковая терапия что выразилось в стремительном росте цен и падение курса рубля кстати большинство магазинов в этот день так и не распахнули свои двери да и многие люди которые продолжали отмечать на новый год даже не знали что что-то произошло с ценами дело в том указ президента страны освобождал от государственного регулирования 90 процентов розничных цен как хотите так и назначайте стоимость главной же задачей этой шоковой терапии стала наполнением магазинов продуктами и борьба с угрозой голода в стране как тогда считали многие эксперты мол была она более чем реальной справиться с ней удалось после нового года магазина действительно буквально за несколько дней вдруг превратились настоящие европейские магазины появилось очень много еды причем разнообразные несколько сортов колбасы но отпуск цен привел гиперинфляции смотрите по итогам 1992 года цены в среднем выросли более чем 25 раз но почему-то не получается у нас с вами сделать сразу все сбалансировано видимо работает этот вечный закон сохранения энергии если что-то где-то будет то в другом месте обязательно прибудет говоря ломоносовским языком а ведь так хотелось все сразу но увы даст бог так решать проблемы наполнения нашего рынка ближайшее время уже никто не будет хотя что-то в этих 90-х годах было свое особенное с вами был николай пивненко и проект дата счастлива